И так, меня зовут Александр Барков, я преподаю мировую мифологию с 1990 года. И логично, с 1990 года я говорю, что нет бога, кроме пропа. И в этой фразе, так сказать, юмора гораздо меньше, чем могло бы показаться. То есть книга Владимира Яковлевича про поисторические корни волшебной сказки – это краеугольный камень для исследования того, что мы с вами можем назвать мифологическим клише. И я, собственно, четверть века вот это все говорила, и у меня и в книге «Которые видения в мифологию» много что из этого есть. Это все как бы само собой. Но сейчас мы с вами живем в совершенно уникальную ситуацию, которую, да проститься мне, я назову резким культурным взлетом. Вот мы очень любим говорить, как много всего плохого вокруг. Вы мне, наверное, скажете, что ВКонтакте – это такая большая помойка. Я не знаю, где ВКонтакте помойка, там, где… Наверное, она там есть, но я там не бываю. А я, честно говоря, настроила себе ленту ВКонтакте так, что мне хочется застрелиться, потому что я чувствую себя студентом, которому ежедневно эти гады говорят – вот это, вот это и вот эта книга. Очень бы полезно тебе их прочесть каждый день. И не выдают мне вторую голову. И стипендию мне тоже не платят, чтобы я это все читала. Вот, соответственно, вон тут вот есть стульчик, садитесь, не стесняйтесь. Соответственно, то есть те книги, за которыми мы в мои студенческие годы отстаивали гигантскую очередь в библиотеку, эти книги сейчас тоннами бесплатно лежат в сети. Ну, понятно, да, что если там тысяча человек сделала репост, там, где лежат PDF этих книг, да, то из этой тысячи человек, ну, одну книгу из, там, десяти прошло, наверное, двое-трое, да. То есть понятно, что не все все это читали, но, тем не менее, гигантская доступность и востребованность научной литературы сейчас приводит к потрясающему эффекту, эффекту поверхностного образования. Хорошо это или плохо? Вот в 90-е, а лучше в 80-е годы, кто говорил, скажем, о шаманизме? Только от кандидата наук и выше. На каком уровне они говорили о шаманизме? У-у-у, на каком, да? Это было хорошо или плохо? Ответьте мне на простой вопрос. Сколько их было? У-у-у, круг этих, да. Ученых и страшно далеки, они от народа. Вот строго понимаете по основоположнику. То есть это было несколько десятков людей, которые действительно все были с у-у, каким образованием, со степенями и вели дискуссию на высоком научном уровне. Кто говорит сейчас о шаманизме? Все, кому не лень. Это ужасно, это возмутительно. Да на каком уровне они говорят о шаманизме? Ой-ой-ой, на каком уровне они говорят о шаманизме? Сколько их? Десятки тысяч, сотни тысяч. Вы понимаете, что это называется культурный подъем? Именно это и называется культурный подъем. Когда раньше были десятки, а сейчас десятки тысяч. Но, это я вам говорю как культуролог, как только какое-то явление из доступного элите, это может быть любое явление, это касается, я не знаю, там, истории кухни, истории моды, истории науки, истории литературы, истории чего угодно. Пока оно доступно десяткам, оно какое? Рафинированное, как сахар. Как только оно становится доступно десяткам тысяч, то средний уровень что делает? Резко снижается. Это нормально. Высокий остается высоким и становится еще выше. Но средний уровень снижается. А потом начинает просто, собственно, подниматься средний уровень. Так вот, почему такое большое вступление о нынешнем культурном взлете? Потому что вещи, очевидные для кандидатов и докторов наук, не очевидны для современной интернетной массы. И я каждый раз, когда я оказываюсь в какой-то дискуссии по шаманизму в нашей прекрасной сети ВКонтакте, я каждый раз натыкаюсь на то, собственно, это на меня натыкаются. Я-то, в общем, никуда особенно не хожу, мне и так работы хватает. Но на меня натыкаются разные товарищи, которые говорят мне, а почему вы считаете? Я как-то первый раз брякнула, да потому что это очевидно. Дальше я понимаю, что для них это не очевидно. Дальше я понимаю, что надо под это подводить цитаты, надо подводить доказательства. Подо что надо подводить доказательства? Итак, что общего между пропом и шаманизмом? Чуть больше, чем все. Потому что Владимир Яковлевич в своей прекрасной книге «Исторические корни волшебной сказки», рассматривая определенные явления человеческой культуры, совершенно справедливо указывает на то, что они проявлены в культуре шаманизма. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он, будучи человеком той формации, когда круг был узок и страшно далеки они были от народа, логично приводит чистое научное знание. И, в частности, приводит необходимые нам цитаты, которые я, чтобы не тратить время, буду вам давать по памяти. То есть мы сейчас с вами оказываемся в ситуации, когда интерес к шаманизму высок, но что такое шаманизм, вы знаете, до смешного доходит. Читаю я тут книгу под названием, она называется типа «Основа языческого меропонимания», что-то в этом духе. На самом деле, это книга про шаманизм. Ну, уже как-то рассогласование названия, содержание. Я бы книгу про шаманизм, я бы кошку назвала все-таки кошкой, а не четырехногим млекопитающим. Хотя, несомненно, кошка – это четырехногая млекопитающая, но все-таки. Так вот этого мало. Книги ученый, автор, подробно объясняет, как стать шаманом. Ага. И, да вы еще рано смеетесь. Может, лучше не надо, это была очень правильная ремарка, реплика. Так вот этого мало. Он определения шаманизма не дает. Он написал книгу про шаманизм, но что такое шаманизм, он не отвечает. С другой стороны, я, вступив в дискуссию в одном из сообществ ВКонтакте, от некой барышни, слышу, ну, в смысле, читаю, что говорит, я использую шаманские практики. Я говорю, ой, как интересно, расскажите, какие шаманские практики вы используете? Она говорит, я вхожу в транс с помощью бубна. Я говорю, что? Нет, зачем? Это ладно, это ее личный там мистический путь, мы это обсуждать не будем. Вот. То есть я, собственно, я на самом деле, это что? Я его мысленно произнесла, но я промолчала. Потому что я поняла, что если человек считает, что шаманская практика – это транс с помощью бубна, то мне с этим человеком, мне ей надо или бесплатную лекцию читать, что я как-то явно не готова, особенно в письменном виде. И просто лучше сказать спасибо и уйти в стороночку. Я предпочла вторую. То есть, иными словами, мы сейчас имеем дело с очень серьезными ножницами. И вот, собственно, тот курс, который я буду читать в марте, будет предназначен к тому, чтобы немножко наше представление о шаманизме поставить с головы на ноги. от современных фантастических представлений, связанных с тем, что мы в потоке, в гигантском потоке научной информации, обрушивающейся на нас, действительно, в общем, не знаем, что читать, в какой последовательности. И мы в этом запутаны. Чтобы все-таки вернуть все это на твердую почву науки. Итак, давайте разбираться. Если мы говорим что-то о шаманизме, что такое шаманизм? Давайте, я говорила много. Скажите мне, по-вашему, все-таки, что это такое? Кто такие шаманы? Техники экстаза или ады читали? Как было сказано в Махабхарате, когда герои устали осыпать друг друга оскорблениями, и надо было переходить к осыпанию друг друга стрелами, и тут он сказал ему нечто несущественное. Вот по поводу книги Мирча Элиады «Шаманизм. Архаические техники экстаза» мне хочется сказать... Тут дети. Поэтому я скажу нечто несущественное. Вот. Я понимаю, что ребенок занятый. Это очень хорошо, что ребенок занятый. Почему я крайне не люблю эту книгу? Потому что эта книга собственно лежит в основе нашего представления о том, что шаманизм – это какой-то выход из себя. Между тем, выход из себя – это выход из себя, а шаманизм – это шаманизм, и эти два множества частично пересекаются, но никак не идентичны. Но именно Элиады заложил основы того, против чего надо бороться. Поскольку для меня моей первой книгой по шаманизму была книга Потапова «Алтайский шаманизм». Всячески ее рекомендую. Вот. А сейчас я читаю очень хорошую книгу. Я еще не дочитала ее. Книга совершенно замечательная. Это «Фунг. Миры шаманов и сказителей». Так вот, соответственно. Да, собственно говоря, даже и внимательного чтения пропа вам хватит, когда вы будете обращать внимание на то, что он пишет по шаманизму. Так вот, возвращаясь к проблеме Элиады и Потапова, поскольку алтайский шаманизм, я знаю, по-лучшему из исследований об алтайском шаманизме, в принципе, у нас создано, то, когда я читаю это у Элиады, я вижу, что здесь он округляет до 10, а здесь он округляет до 100, а здесь он вообще неправ. И там, где я знаю традицию, не по Элиаде, я вижу, как, где он округляет и сколько он, вот, плюс-минус 100, понимаете? Вот. А там, где я не знаю традицию, там я уже, знаете, не очень буду доверять Элиаде, потому что если там, где я могу его проверить, я вижу его округление, то что же я буду ему доверять-то в остальном. Но самое главное в другом. Значит, вот Функ в своей книге пишет о том, что очень четко разводит шаманов и шаманствующих. То есть экстаз это не обязательно признак шамана. Даже в культуре шаманизма, в конкретных традициях. Человек может входить в состояние экстаза, совершать нечто, что с нашей точки зрения является камланием, и при этом не быть шаманом. Тогда вопрос, кто же такой шаман? А чем он тогда отличается от любого жреца, который тоже посредник между миром людей, миром духов? Вот, а шаман ничего общего с жрецом не имеет. То есть общий он имеет функции, но он отличается радикально. Значит, смотрите. Главное, что позволяет говорить, вот здесь шаманизм, здесь не шаманизм. Это очень четко. Шаман – это человек, который действует при помощи духов-помощников. Любой индивидуальный экстаз, причем в рамках, как какой-нибудь культуры типа нашей нью-эйджерской, современной, девушка, мне пишут, она бьет в бубен, входит в экстаз, считая это шаманской техникой. Понятно, что она никакой не шаман, потому что никаких духов-помощников у нее нет. У нее есть только бубен. Вот, то есть это, можете называть это шаманская техника, если хотите, но на самом деле это просто экстаз с помощью бубна. Это экстатическая техника, но не шаманская. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказала, вот есть понятие шаманствующее, то есть в культуре, где шаманизм существует, далеко не все, входящие в экстаз, являются шаманами. Где граница? Есть у тебя духи-помощники? Ты шаман. Нет у тебя духов-помощников? Ты не шаман. Вот, значит, а вот это вопрос номер два. То есть вы мне вправе сказать, а вот знаете ли, я тут Пушкина читала, ну, например, стихотворение «Пророк» я читала, где вроде как, если так это по пропу разбирать, стихотворение Пушкина «Пророк», и действительно, в целом, в ряде книг про шаманизму, стихотворение Пушкина «Пророк» приводится абсолютно напрасно. Как пример, вот смотрите, вот обретение шаманского дара, вот примерно так и происходит. Нифига, очень напрасно. Или же, если не брать стихотворение «Пророк», являться мусо стало мне. Ну, по Пушкину, да, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы с уидного света, он малодушно погружен и так далее, но чуть божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел и прочее в том же духе. То есть по Пушкину поэт, пока ему не явилась мюза, пока она его не вдохновила, он нифига не может написать. Это ваш вопрос. Он шаман или не шаман? Интуитивно вы понимаете, что он нифига не шаман, но вам нужна я, чтобы ответить на вопрос, а почему он не шаман? Потому что вам предпочит специальный ритуал, что ли? Нет. Нет, ритуал – это формальный аспект, он не сущностный. Их разные цели. Цели – это хорошо, но тут дело немножко в другом. Дело вот в чем. Дело в том, что определение шаманизма от меня, если угодно, оно довольно неудобное, но оно имеет тот недостаток, что оно правильное, только оно требует комментариев, потому что в буквальном виде оно, в общем, действительно неудобно к употреблению. Для меня шаманизм – это по ту и по сю сторонняя социальность. Что это означает? Какая у нас будет по сю сторонняя социальность, с этим проще? Я есть простой человек в культуре, где имеются шаманы. Пожалуйста, я очень люблю этот пример. Пример из советского научного исследования, позднесоветского, но еще в 80-е годы. Понимаете? То есть еще вот книжка в 80-е годы вышла. Все хорошо. Вот, история следующая. Жил-то был советский таежный охотник. Пошел он в тайгу и случилась у него незадача. Он был в прямом смысле слова обломан медведем. Не в переносном, а в прямом. Его спасли. Его доставили в советскую больницу. Там его пазл собрали, как смогли. И выдали родным, что удалось собрать. То есть инвалида первой группы. Терять не ему, в общем, ему, понятное дело, такая жизнь хуже смерти. Понятно. Неродным, в общем, было нечего. Они обратились к шаману. Шаман провел камлане. И через какое-то время, что стало с этим человеком? Он снова стал ходить на ходу. Сейчас, напомните мне, я вам буду должна, ответ на вопрос, почему с сугубо материалистической точки зрения камлане возымела действие? Знаете, мы тут типа все материалисты, мы тут в духов не верим, ну, по крайней мере, временно для чистоты эксперимента. Нас сейчас интересует не это, не то, почему он был исценен. Нас интересует другое. Нас интересует ситуация, в которой, если у тебя человек, которому никто, кроме шамана, помочь не может, то ты обращаешься к шаману. Это 100 случаев из 100. При наличии, так сказать, советской медицины, понятное дело, что количество случаев не равняется 100% заболеваний. Вы понимаете, при отсутствии советской медицины это просто 100% заболеваний. Дальше. Шаман может отказаться? Нет. Никогда и нигде. Шаман, в принципе, не может отказаться. Шаману хорошо заплатить или плохо? Не важно, получится. Как получится – это хороший ответ. Не важно – это тоже хороший ответ. А я вам скажу другой ответ. Хреново. То есть, вот здесь надо понимать принципиальную разницу между традиционным шаманизмом и шаманизмом 21 века. Потому что вы знаете, что сейчас в магической практике, так сказать, принято в лучшем случае платите, сколько считаете нужно, помните, если вы торгуетесь, вы торгуетесь не со мной, а с судьбой, да, и так далее. То есть, современные маги рассчитывают все-таки, ну, я не знаю, на какого это поголовно, не поголовно, я не связана с традицией магических услуг за деньги, я с ней не связана ни как клиент, ни как, так сказать, предлагающий услуги, ни как исследователь. Поэтому, ну, как исследователь я немножко смотрю со стороны, но очень мало. Значит, но тем не менее, вот эта вот современная традиция, да, то есть, что если ты маг, если ты там шаман какой-нибудь, то, в общем, ты за свои услуги должен получать много. Это как бы считается нормально. Вот. Значит, в то время, как в живой традиции, в классической традиции, шаманы могли получать за свои услуги очень по-разному, и никогда для шаманов, и никогда для шамана его, вот это вот, так сказать, это не было профессией, я вот видите, замялась подобрать, что это, род занятий, призвание, давайте возьмем термин призвание, он наиболее, наверное, корректен в данном случае. Вот его призвание не было для него основным источником к средств существования. Более того, многих шаманов его призвание разоряло. Вместо того, чтобы быть нормальным охотником, он должен то, сё, пятое, десятое. То есть он должен срываться по первому зову, а потом ему за сутки камлане дадут ведро морожки. И как это сказать при детях, при детях никак не сказать. Вот, понимаете, вот такой вот кошмар и ужас. То есть это подчеркивают все исследователи. Ни для одного шамана его дар, его призвание не было основным источником средств. Очень чётко. То есть они занимались тем, чем все остальные их сельчане. Вот, идём с вами дальше. Итак, шаманизм по ту и по сю сторонней социальность. Стало быть, по сю сторонней в ста случаях из ста, когда нормальные средства, как правило, медицины, бессильны, обращаются к шаману, в ста случаях из ста, когда к шаману обращаются, он идёт и камлает. Опять же, что такое камлание, поясню чуть-чуть попозже. Ну, я изучала сибирский шаманизм, там это, я подчеркиваю, в ста случаях из ста. то есть... Если уж современные шаманы, которые у них дали такие большие ваты, значит, каким-то таким образом они отказывают тем, которые не могут быть власти. Ну, понимаете, сейчас мы живём в условиях, когда классическая традиция была, так сказать, разрушена, и она сейчас превращается, давайте будем это называть, нео-шаманизм. Вот. А из проблемы соотношения вашего вопроса с шаманизмом и нео-шаманизмом мы сейчас столкнёмся как легковушка с бетонным забором, извините, когда мы коснёмся вопроса потусторонней социальности. Потому что я уже сказала, шаманизм, в первую очередь, потусторонней социальности, и только во вторую очередь, потусторонней. Что такое потусторонняя социальность? Ничего хорошего и ещё хуже. То есть, вот я уже высказалась довольно скептически по поводу книжки, где нам почему-то вместо того, чтобы выдавать научные сведения, рассказывают, как стать шаманом. Значит, позиция, как стать шаманом, все ищешь мир. Позиция, как стать шаманом, это позиция сугубо 21 века. это позиция нашей тяги по волшебному, по сверхъестественному, которую кто-то удовлетворяет за счёт того, что читает фэнтези, кто-то фэнтези пишет, а кто-то хочет стать шаманом. Это явление одного порядка. В живой традиции, в естественной традиции, мы, когда читаем биографии шаманов, если, так сказать, этнографы собирали данные об их призвании, о том, с чего у них там всё начиналось, то, соответственно, результат был везде один и тот же. Духи на него давят, духи его заставляют быть шаманом, он всеми силами сопротивляется этому, и иногда, сейчас будете падать в оборок, но тут ковры, тут падать в оборок удобно, тем, кто сидит на диванчиках, удобно совсем падать в оборок. И иногда ему удаётся не стать шаманом. Но такие случаи единичны. Понимаете? В наш с вами менталитет это не входит вовсе. Вам обещалось столкновение легковушки с бетонным забором? Получите, я же не обманываю. Вот. То есть, быть шаманом, это почти что проклятие. Это очень тяжёлый дар. И в живой традиции этого стараются избежать. Мне доводилось говорить с русским мужиком, который оказался волей ну, можно я скажу, духов, да? Все же свои. Вот. Ну, можно сказать, там волей у судьбы, там волей у случая. Ну, чёрт. Так вот, он оказался наследником одного из очень выдающихся шаманов, тубяку, наносанский шаман. Не помню я его фамилию, но я не хочу помнить фамилию шамана. Вот. И просто мне этот человек рассказывал, что, вернее сказать, не сам он, рассказывал его друг, что там действительно духи на него давили очень сильно. И, ну, я, наверное, не буду озвучивать, какие там были медицинские проблемы, но поверьте мне, что они были жуткие. То есть там действительно стоял вопрос о жизни и смерти. И, в общем, жизнь этому человеку спасли, но он понял, что ему, русскому человеку, придётся стать шаманом. И стал им. И, собственно говоря, он наследовал вот шаманское облачение тубяку. Ну, естественно, камлайд. А что делать? Вот. Быть шаманом? Как, собственно, вы мне тут сами озвучили, быть проводником между мирами. Вот. Значит, как осуществляется камлание, сейчас расскажу. То есть, речь идёт о том, что, собственно, да, действительно надо перейти к, собственно, сути камлания. То есть, основное, что делает шаман, шаманское лечение, да, как оно выглядит с мистической стороны. С мистической стороны он выглядит очень просто. Шаманизм, в принципе, строится на понятии двойников. Что такое двойник, чем он отличается от души? Что такое двойник, вы прекрасно знаете. Все, кто читал, смотрел кино, я имею в виду Шварца, тень, да, можно спектакль посмотреть, все хорошо знают, что такое двойник и как бывает плохо, когда двойник даст сволочь дёру. Вот, это бывает очень по-разному плохо, но пьеса Шварца это такой, так сказать, смягчённый вариант европейской традиции, потому что он переделывал версию тени Андерсона и так далее. это традиция не шаманская. Да, по поводу традиции не шаманской, дайте сейчас чуть-чуть поругаюсь и перейдём к Амланю. Так вот, по поводу традиции не шаманской сразу хочу сказать. В куче научных произведений вы читаете, что скандинавский бог Один принёс сам себя себе в жертву, поветившись на мировом древе эта шаманская инициация. Наверняка встречали эту фразу. Сейчас встречаются даже научные работы шаманизму скандинавов, шаманизму кельтов, шаманизму славян. Сделайте меня развидеть это, потому что, когда это говорят особи ВКонтакте, то я уже сказала по поводу, так сказать, проблемы избытка информации и недообразованности от этого. А как соотносится тогда ведущий и шаман эти понятия? Понятия ведущие это расти по славянам? Ну, прекрасно. Абсолютно нет. Ещё раз. Где мы с вами у скандинавов, у славян, у кельтов видим ситуацию, что человек не может действовать без помощи духов? Абсолютно любые колдуны, ведьмы, хорошие, плохие, отрицательные, положительные. Они могут иметь духов помощников, и вы мне на этот счет вывалите вот такенную кучу материала, особенно по славянам. По славянам то, что у ведьмы там есть какие-то духи помощники, да, это нормально. Но можно ли быть ведьмой, не имея духов помощников? Можно. Можно. Для славянской традиции наличие духов помощников это крайне желательный бонус. И чем больше их, тем круче, но возможно без них. Можно быть шаманом, не имея духов помощников. Угу, рецепт кошерной свинины. Понимаете, всё, это технически неосуществимо. Если у тебя нет духов помощников, ты можешь быть чемырчи, слово сказала, интересное, шаманствующим. Вот на это уж точно нету времени в рамках сегодняшней лекции. Есть категория шаманствующих, интересующихся отсылаю книги функа «Шаман-сказитель». Понимаете, почитайте там, кто такие чемырчи, там очень подробно описано. Они делают очень классные вещи, они, говоря вашим термином, ведуны, ну, собственно, чемырчи переводится как шептун, это, в общем, очевидный перевод из самого слова. Вот, всё это так. Но духов-помощников у них нету. И более того, говорится в пророчествах, что вот будет упадок шаманизма, прежние шаманы были у, а нынешние у, а будущие шаманы как чемырчи будут. Вот так, то есть, вот таким образом. То есть, ещё раз, там, где можно, знаете, все кошки млекопитающие, не все млекопитающие кошки. Да? То есть, традиции, где некий человек действует посредством духов-помощников. Сколько таких традиций? Сколько культур в мире? И чуть-чуть побольше, да? То есть, вот, духи-помощники в принципе есть везде. Но шаманизм в чистом виде, это вообще специфически сибирское явление, сложный вопрос с североамериканским шаманизмом. В остальных традициях, вы знаете, я не настолько в них компетентна, чтобы четко говорить, вправили мы это называть шаманизмом. Просто я этого вопроса касаться не буду. Вот, там, где без духов-помощников действия возможно, это не шаманизм. Вот, кроме того, любой наш с вами колдун-ведун, он может отказаться? Нет. Может. Может. Ну, понятно, детеныш, есть детеныш. Вот, значит, ничего, детенышу пойдет на пользу, он все впитает, потом отдаст интересные результаты. Все нормально. Вот, значит, соответственно, по ту и по сью сторонняя социальность, то есть, шаман отказаться не может, в то время, как все, что мы с вами знаем о ведунах, это их действия, продиктованы их волей. Хочу, помогаю. Хочу, не помогаю, хочу, так сказать, бред на веду. Вот, я вам скажу. Шаман тоже может спросить духов, если они отказываются. А, ну, прошу прощения. Так, кто отказывается, шаман или духи? А это правильно сможет? Знаете, как вам сказать, если шаман будет действовать против воли духов, он схлопочет такие абсолютно не мистические заболевания, что вот вам и проверка. В шаманизме тоже сначала что-то гадание и делать как-то обновить. Ну, это смотря в какой традиции, где и как. Тут надо... Ну, естественно, сначала спрашивают. Духов сначала спрашивают по любому поводу. Так вот, то есть, еще раз. То есть, шаман это абсолютно подневольное существо. Да, и заметьте, что вот все-таки я коснусь этого вопроса, потому что в куче научных книг, что Один на мировом древе принес себя себе в жертву, это шаманская инициация. Что-то мне... Как-то я плохо читала старшую с младшей Эдды, вот 25 лет читаю, знаете, до сих пор не вычитала там, чтобы у Одина это были какие-то духи помощники, которые ему бы, верховному скандинавскому богу, что-нибудь бы диктовали. Диктовали бы его поведение. Ну, это, согласитесь, абсурдно по отношению к верховному богу. Поэтому шаманизма в Скандинавии нету. Я всегда привожу классические примеры зоологии. Вот есть акула, а есть дельфин. Они похожи, да. Но акулы это не млекопитающие, нет. Несмотря на то, что они на дельфина похожи и довольно сильно. И дельфин это не рыба. Это разное. Оно похоже, но это разные явления. Вот. Так вот, соответственно, если мы от шаманизма перейдем к пробу, то Владимир Яковлевич в соответствующих разделах своей книги очень подробно, собственно, даже он не сам пишет, он просто приводит цитаты, причем огромные цитаты из классических работ по шаманизму о том, что шаман без духов помощников, что может шаман без духов помощников? Ну, почему ничего? Он может сдохнуть от горя. Сходить на охоту. На охоту он тоже может сходить. Это верно. Может, плечом чем-то нахажем или чем-то. Да ничего он, знаете, насчет сдохнуть от горя я же не шучу. То есть, если шаман лишается своих духов помощников, то это, скорее всего, означает, в общем, его очень скорую смерть. Если его оставили духи. Вот. То есть, если вот глобально он их лишился. Понимаете? Скажите, а в хозяйстве это полезно? Вредно. Поэтому они и не хотят... На охоте. Значит, вы знаете, мне не встречалось никогда данных о шаманах и охоте. Ну, наверное, там может быть где-то как-то немножко полезно. Но, как ни странно, на охоте полезнее сказитель. Вот. Сказителя с собой очень хорошо брать, потому что он будет травить вот такие вот байки. А кто будет... Да вы ранее смеетесь. А кто будет главным слушателем таких байк? Вот представьте себе, собралась охотничья группа, да, там примерно 10-12 мужчин. Они в тайгу ушли на несколько дней, на несколько недель. Вот ночь, костер. Сидит сказитель, вот, исполняет какое-то эпическое сказание. Кто есть главный слушателем? Духи леса. И больше того, насколько они его наслушаются, настолько они потом помогут. Понимаете? Вот вам ситуация. Поэтому на охоте скорее полезнее сказитель, чем шаман. Вот. Значит, так что Проб во всех случаях, когда он упоминает шаманизм и волшебного помощника, он просто приводит цитаты из Штернберга и из других классических работ по шаманизму о том, что шаман действует только и исключительно посредством духов помощников. Сильно колдун от слабого колдуна отличается какими-то своими внутренними способностями, знаниями. Только в последнюю очередь он будет отличаться духами. Вот. Здесь же полностью мы зависим от духов. Будет сегодня время, подробнее об этом расскажу. Теперь идем с вами дальше. Я вам обещала объяснить, что такое камлания. И я вам задолжала ответ на вопрос, как с точки зрения материализма камлания вылечила нашего с вами инвалида первой группы. Ведь оно же вылечило, это же зафиксировано в научной литературе. Это же не, понимаете, битвы экстрессенсов, которые, говорят, там всю потом смонтируют. Я не знаю, никогда я в жизни ее не смотрела, но слухи до меня доходили. Так вот. Идем дальше. Итак, с мистической точки зрения. Что у нас с духами-помощниками шамана? Они делятся на несколько категорий. Первое и главное это основные его духи. И из них первое место, подсказывайте мне, занимает кто самый главный дух-помощник? Это его предок, который был шаманом. Вот. Поэтому можно ли быть шаманом, если у тебя не было шамана-предка? В классической традиции нет, нельзя, в принципе. Это невозможно. В современной традиции, ну, я вам, пожалуйста, приводила пример русского шамана, у которого, у него, извините, нет предков. Вот. Согласно всевозможным сказаниям, первый шаман, ну, понятно, если он первый шаман, у него с предками-шаманами была на природке, он на той и первой. Он получил свой дат от владыки преисподней. Вот. Одним словом, в классической традиции быть шаманом без предка, это просто технически неосуществимо. Вот. Значит, это его главный дух-помощник. Иногда есть второй вариант главного духа помощника. А? Это муж или жена или жена? Вот. Совершенно справедливо. Это потусторонний супруг-супруга. Особенно супруга. Это хорошо. Это практически пушкинская муза. Только в рамках шаманизма. А реальные супруги тогда нет? А у нее есть. Все же нет. Да знаете, нет, знаете, как правило, там вопрос, так сказать, наличия реальной супруги, он как-то не особо проблематичен. Вот. Но вот так вот. И это именно вот такое наделение дар. Дальше у нас идут всевозможные духи-помощники, которые позволяют совершать потустороннее путешествие. Значит, еще раз, я обозначила вам термин двойник, то есть это близко к тому, что мы с вами называем душой, но душа вышла из тела, человек умер. Или в крайнем случае там в этой самой литургической смерти. Двойник вышел из тела, что с человеком? Смотря с каким. Если это обычный человек, двойник вышел из тела, и что с человеком? А ничего. Пока двойник не попадет в какую-нибудь большую, выражаясь при детях, бяку, то с человеком ничего не будет. Он не отрефлектировал выход своего двойника, он не знает, что с двойником происходит, и пока этого двойника не скажет, какая-нибудь монстра нехорошая, потусторонняя, с ним, в общем, ничего плохого-то с самим человеком не будет. она не может его сходить, пока он внутри тела. А? Ну, если двойник не вышел, пока не подустаривайся. Да, конечно, пока он не вышел. Я в домике. Я в домике. Все. Вот. Пока двойник не вышел из тела, все хорошо, все в порядке. Вот вышел, все, он беззащитный. Пока его двойник не вышел, в общем, скажем так, мне подобной информации не встречалось. То есть все начало проблем, завязка этой истории с того, что двойник вышел из тела и не просто вышел, а попал в передрягу, пока этот колобок просто катится по дорожке. Вот. Ничего страшного с ним не будет. Шаман логичный в отличие от простого человека. Это кто? Это тот, кто способен контролировать путешествие своего двойника и не просто контролировать, но и выпускать, забирать. То есть вот все. У него это все работает. Вот. Значит, соответственно, дальше. Итак, духи-помощники, которые помогают шаману в его потусторонних странствиях. Волки, вороны, разные всякие другие. Вы знаете, я особенно люблю, знаете, какого духа-помощника? У меня неизгладимое впечатление производит. Сначала я в книжке прочла, и меня это впечатлило. Это дух-помощник в обличии кукушки. Зачем шаману нужна кукушка для музыкальной мелодичности исполнения камлания. Меня это очень сильно впечатлило, пока я это прочитала в книжке. Потом я стала постарше, у меня жизнь обогатилась, и я увидела на сцене Сейн-Хо. Если вы не знаете, кто такая Сейн-Хо, наберите в интернете, только, так сказать, сначала валерьяночки глотните, или что-нибудь не валерьяночки, потому что это, мягко говоря, впечатляет. Сейн-Хо, это ее имя, фамилию давать не буду, вам имени хватит. Это тувинская певица, ей порядка 60 лет, она тоненькая, вот, как моя трость. Вот, и когда она вышла на сцену с бубном, в который при желании, наверное, могла бы вся уместиться, это впечатляло, но это впечатляло ровно одну секунду, до того, как она запела, потому что я не понимаю, как в этой тонюсенькой женщине может резонировать столько звуков, и в какой-то момент ее голос звучит, как стая крачек. Как одна женщина может звучать, как стая? Там, на бубне она себе так слегка подыгрывала, там, про бубен я забыла, как только она запела, и я вообще этого не понимаю. Она владеет техникой шаманского пения, она не шаман, хотя она с бубном, не все то шаман, что с бубном, причем она эти вот традиционные, она тувинка, тувинские распевые, шаманские, эпические, всякие разные, она их сочетает с рок-музыкой, она делает такие совершенно невероятные вещи, она может делать вещи традиционные, она может делать вещи ультрасовременные. Это потрясающе совершенно. послушайте, после этого вы хорошо поймете, зачем шаману дух-помощник кукушка, чтобы хотя бы десятую долю от того, что делает СНХО, мог делать любой нормальный шаман. Все это очень здорово. Итак, дух шамана, его двойник, странствует по потустороннему миру, разведчики ему приносят некую информацию в поисках двойника этого самого заболевшего товарища, он преодолевает всевозможные препятствия, он при необходимости сражается с монстром, захватившим двойника нашего больного сельчанина, и затем он этого двойника, отобрав в суровой схватке, он его помещает к себе в бубен, в специальное отверстие, и, соответственно, параллельно везет назад. Как вы понимаете, шаманский костюм выглядит, мягко говоря, колоритно, это несчетное множество жгутов всевозможных подвесок, это отдельно прекрасная тема заново собранный скелет, то есть у шамана внешний скелет, он нашит на его костюм, это все кости вот из металла. Вот, значит, у него очень часто лицо закрыто бахромой, и физически как все это выглядит. То есть вот у нас, да, скажите мне, пожалуйста, то есть шаман, вот, шаман все-таки двойника остали в покое, взяли шамана реального человека, он у нас рассказывает, так он собирает своих духов-помощников, потом, соответственно, они отправляются на разведку, потом они находят искомое, потом он устремляется туда там с какими-то своими там волками, еще хорошо, если дух-помощник медведь, это совсем серьезно, очень серьезно, там они находят этого монстра нижнего мира, который захватил нашего колобка, и красную шапочку тоже, красную шапочку не надо, красная шапочка это умерший во младенчестве ребенок, лирическое вступление, напугать, да, очень страшная сказка, красная шапочка это признак младенца, вернувшегося с того света, жила-была женщина, у нее родилась дочка, дочка спустя какое-то время умерла, женщина очень горевала по умершей дочке, это бывает с мамами, она горевала так сильно, что дочка к ней вернулась, между прочим, русская сказка снегурчики, только не островский, а вот настоящая, жили-были где-то бабы, не было у них детей, они себе сделали ледяную, то есть из мира смерти внучку, вот, впоследствии были так плохи, что стало понятно, что снегурочку надо срочно расплавить, а красную шапочку отправить к бабушке, к бабушке, вы себе представили, да, чаще леса, там стоит дом, в нем живет одинокая бабушка, на слове живет можно, по-моему, смеяться, вот, понимаете, мать поняла, что надо девочку отправить к бабушке, отнести бабушке к гостинце, потому что мертвым не место среди живым, значит, и встречается волк-проводник, ну, вы же все знаете, что сказка хуже всего кончилась для волка, вот, потому что сказка предостерегает волков заговаривать с незнакомыми девочками посреди леса, особенно безобидно выгодящими, вот, поэтому считайте, что сказка с хэппи-эндом, то есть мертвую девочку отправили в мир мертвых, живые остались живы, мертвые остались в мире мертвых, равновесие восстановлено. Значит, скажем так, что тут, во-первых, все-таки сказка литературная, это раз, и, во-вторых, я думаю, что тут просто мотив смерти как поглощения, он усилен, потому что сказка, так сказать, заканчивается все-таки в народном варианте тем, что съели девочку. Вот, поэтому тут просто усиливается мотив поглощения, все-таки она уже обработана. Ну, так вот, это, значит, было к слову. А то, что их извлекли в конце. А это уже вообще, по-моему, советское издание сказки. Уперо, я не помню, есть ли это Уперо, но, вы знаете, я помню эту сказку по прекрасному фильму «Мужчина и женщина». Помните? Хороший фильм, там вначале главная героинь своей дочке рассказывает эту сказку и заканчивается тем, что мама съела девочку. Тебе, понравилась сказка? Не, не понравилась. Почему? Грустная. У меня Уперо, по-моему, считала, что девочки наделали и заказывали шапочку и ты почти хотела теряться, но это ее какое-то. Ну, это тоже. Ну, это было к слову. Вот, значит, так вот, вернулись к нашим с вами шаманам. Итак, вот, значит, наш с вами шаман, вот он во всем в этом замечательном своем костюме, вот, вот он рассказывает всеми этими голосами, да, человек-оркестр бьет в бубен, рассказывает про эти все свои путешествия, про борьбу за эту саму, заблудшую душу этого самого двойника. У меня к вам вопрос, принципиальный. Как насчет зрителей? Нет, ну, в принципе, зрители под такое дело нужны или нет? могут быть, могут не быть. Какого делается? Слушайте, то есть вы хотите сказать, что вот тут это, 12 иногда больше часов прыгать, рассказывать всеми голосами, значит, это как концерт Сейнхо, только без сцены, но в костюме. И это все без зрителей, да? я вас умоляю. Это... Это... Там что-то сидит вокруг это, смотрите, или семья болящего, или... причастные к этой проблеме, да, я думаю, что друзей болящего в случае чего тоже пустят. Я вам скажу больше. Вы понимаете, что, вот если я вам сейчас начну живописно рассказывать весь этот сюжет, как у нас шаман странствует в поисках, вообще искомого, да, то это... Что такое при наличии у вас достаточного воображения? Это и... Санта-Барбара не про это. Это как раз наоборот, это какой-то крутейший блокбастер. Вот, со спецэффектами. Спецэффекты, извините, вам дорисуют ваше воображение. Поэтому вы есть нормальный человек вот в культуре, где имеется шаманизм шаманы. Вы вообще с какого возраста на камланьях? Во-во-во. То есть, ну, в общем, с того возраста, когда мама пришла на камланья, взяв тебя в тряпочке через плечо. То есть, вы, достигнув более сознательного возраста, там, где нужно подпеть шаману, можете, понимаете, культурная, черт выбери, программа. Совмещение медицины и посещение 3D, 4D, 5D, много D, очень много D. Понимаете, вот так вот. То есть, никакого там совершается втайне, я вас умоляю. Это шикарное действие. А теперь представили себе. Значит, наш замечательный шаман, который, помимо всего этого рассказа, что он делает? Он вертится вокруг своей оси и поскольку действие происходит в чуме, в юрте, то есть в круговом жилище, он, в центре находится костер, он вертится вокруг костра и внутри этого круга находится больной. За пределами этого круга находится, логично, так сказать, родственники, зрители, подпевающие, участвующие. Вот. Он бьет в бубен, он гремит всем, что на нем надето, он рассказывает вам этот сюжет зашибенного боевика, фэнтезийного, про этого мега-монстра, которого он тут всей своей свитой лупит. Сразу вспоминаем про компьютерные игры, которые эксплуатируют, собственно говоря, этот архетип. И в конце концов, он победил, он с этой самой душой, там он по потустороннему миру везет в лодке, тут он посадил уже в бубен специальную дырочку, и он возвращается, 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 и вот он уже вернулся сюда, он бум! Над ухом больного со всей силы вгоняет этого двойника в него. Нынче в наших прекрасных интернетах, поскольку, как я уже сказала, мы живем в эпоху культурного подъема, и даже в эпоху культурного взлета, любой из присутствующих слышал слова не только гормоны и адреналин, но и всякие там норадреналин, эндорфины и прочие всякие разные слова, в которых я понимаю, что я ничего в этом не понимаю, и вы понимаете, наверное, где-то примерно столько же. Иными словами, я хочу подвести к тому, что с позиций сугубого материализма что такое шаманское действие? Это работа с гормонами, потому что где мостик между нашим сознанием и нашей физиологией, обменными процессами в организме? Это мостик гормоны. Это всплеск гормонов, которые мы получаем, а что делает профессиональный шаман? Он делает целенаправленный всплеск гормонов у себя, у больного, у присутствующих. И за все за это, черт побери, ведро морожки. Мир несправедлив, глубоко несправедлив, но никакие камлания не помогут с этим справиться. Вот, понимаете? И поэтому то, что у нашего с вами инвалида первой группы все срослось после камлания, лично меня удивляет чуть меньше, чем информация о том, что после дождя начали огурцы расти. Вот, понимаете? Вот так вот. Это нормально, потому что это целенаправленное, ну вот считайте это какой-то, так сказать, психотерапией, называйте это вот так вот. Вот. Вот такие пирожки. И, соответственно, возвращаясь к Пропу, чтобы все-таки к нему вернуться и о нем поговорить побольше, сколько я вам все-таки в первую голову обещала Пропа, то, соответственно, Проп обращается к традиции шаманизма, когда пишет о духах-помощниках, которые, как мы с вами прекрасно знаем, в сказке их дофига и больше. Вот. Причем есть сказки, где дух-помощник у нас в общем один, да, какой-нибудь там Иван-Царевич и Серый Волк, вот вам, пожалуйста, да, то есть Волк, как проводник между миром живых и миром мертвых, он все это будет делать. Вот. А есть сказки типа «Летучий корабль», где духов-помощников собирается полная команда приключенцев, причем вот там Владимир Яковлевич допускает одну серьезную ошибку, потому что он, в общем-то, не делает разницы между духами-помощниками, которые, ну, служат герою, да, там типа вот, ну, конька-горбунка, ну, коньок-горбунок сказка литературная, но мы же просто знаем банально по номеру сказку в сборнике Афанасьева, которая легла в основу. Вот. То есть там нету дополнительных ходов, которыми у Ершова там все украшено, а основной сюжетный ход, ну, там это не конек-горбунок, там это просто конь, который все делает за героя. Вот. Поэтому эта сказка-то все равно в основе своенародная. То есть это дух-помощник, однозначно служащий герою. А если мы берем сказки типа «Летучий корабль», где есть богатырь, усыня, что за богатырь усыня? У него такие усы, что он ими реки перегораживает и может, собственно, по сути, это повелитель рек, он может, значит, вот запрудить реку, вода идти не будет, если это надо по сюжету, или он своими усами такую сеть поставит, и вот в эти усы, значит, вся рыба набьется, если это, опять же, надо по сюжету. Или в крайнем случае по его усу, как по мосту, через реку перейдут, если надо это по сюжету. То есть это владыка рек. Богатырь горыня, который горы ворочает, то есть надо по сюжету свернуть гору, мы сейчас ее быстренько свернем. Богатырь, которого зовут дубыня, или, как вариант, дугиня. Он в обоих вариантах своего имени сгибает дубы, логично, в дугу. Поэтому его зовут хоть так, хоть сяк. Богатырь ветра дуй, сами догадаетесь о том, чем он занимается. мороз, соответственно, который, если главного героя хотят в бане зажарить заживо, то мороз туда идет и раскидает свою солому, и вот, так сказать, весь этот жар погасит. Вы понимаете, что это помощники, это помощники, это помощники принципиально другого рода. Сам проб о них пишет, что это хозяева стихий. И это помощники однократные. Каждый из них может исполнить вот одну, так сказать, просьбу героя. Так что это помощники немножечко другого рода, а проб их всех объединяет и это делает напрасно. И вот здесь мы подбираемся к одному очень любопытному моменту. Знаете, какая штука? Я, как уже говорила, что нет Бога, кроме проба, и я на нем 25 лет основываюсь, больше 25 лет, он 27 лет. Основываюсь, и действительно, его книга «Исторические корни волшебной сказки», она для меня краеугольный камень вообще, так сказать, ну вся мировая мифология, ну почти все объясняется через эту книгу. То есть я ни в коем случае не хочу, так сказать, авторитет Владимира Яковлевича оспорить. Но, черт побери, его книга, это защищенная докторская диссертация, защищена она была перед Великой Отечественной, где-то в самом конце 30-х годов. Вот, за это время прошло без копеек 80 лет. Ну, за 80 лет наука могла как-то немножко сдвинуться вообще сместно. Вот, понимаете? Вот, поэтому то, что глобально проб почти во всем прав, а то, в чем он не прав, это я сейчас озвучу, не отменяет его ошибок частных и локальных. И вот, понимаете, меня как человека, который и, с одной стороны, шаманизмом интересовался, как ученый, а с другой стороны, как человека фэндомным, который, собственно, современные вот мистические всякие устремления знает изнутри, меня классическое определение пропов, что волшебный помощник это отделенные от героя его магические способности, это классическое определение меня очень сильно при нынешнем чтении напрягло. Почему? Потому что это так, если быть сугубо материалистом. Мы с вами сегодня коснулись вот этого сложного момента, что у нас наличие у человека волшебного помощника, это, в общем, в определенных кругах совершенно нормально, да, и это отнюдь не делает его шаманом. И если вы хоть как-то касались нашего, так сказать, мистически настроенного, я даже не скажу фэндома, потому что фэндом, он, я не знаю, фэндом почему-то, да, там, фэндом, я не знаю, там, Гарри Поттера, Толкина, «Звездных войн». А я имею в виду нашу просто скорее мистически настроенную среду. Если, я уверена, что в этой аудитории есть те, кто хорошо понимает, что я сейчас говорю о нем лично, в крайнем случае я говорю о его друзьях. То есть о том, что у нас есть, как бы это выразиться поделикатнее, незримые собеседники, давайте это так назовем, вот, те, с кем мы во внутреннем диалоге, они нам не всегда то, чтобы прямо уж помогают. Мы тут не в сказке живем, наши отношения к ним не утилитарны. Наглюченные, наглюченные, а вот когда такое тебя фехтование учит, тем вещам, которые ты не знаешь и знать не можешь, с этим что делать? Сложный вопрос. Понимаете, поскольку я-то это знаю изнутри и много с кем разговариваю, вот, я могу сказать, что, я вообще люблю повторять, что 90% того, что мы считаем мистикой, что изучается наукой мифологии и так далее, вот 90% этого, это на самом деле описывается курсом психологии. С остальными десятью что делать? Одним словом, не хотите верить, же не верьте. Мне это в конце концов, убеждать-то мне вас в чего. Вот, я только хочу сказать вот какую вещь, что, если мы смотрим извне, то действительно это то, что пишет пропа, и то, что сейчас, собственно, озвучила Айрис, то есть, что это по пропу это способности самого героя, который персонифицируется, объективируется, вот в качестве такого вот отдельного персонажа. С точки зрения современной психологии, это субличность, вот, которая тоже объективируется, но с точки зрения самого носителя культуры, и вот здесь, что любопытно, вот у нас шаманизм, да, где все это для тебя будет обязательно, где твой волшебный, с позволения сказать, помощник, я бы сказала, волшебный диктатор, вот он тебе сказал, да, иди и делай, все, ты идешь и делаешь, если ты не будешь делать, ты заболеешь. Может ли наш современный городской товарищ, который, вот он там с кем-то состоит в таком диалоге, да, может ли он ответить нет? Может. Может ли он поспорить? Может. Разругаться может. Если он потеряет своего, выражаясь деликатно, незримого собеседника, что будет? Ну, что будет с вами, если вы потеряете вашего друга? Обидно будет. В общем, не смертельно от этого, по крайней мере, ни одного случая смерти мне неизвестно. Опять же, мы имеем классическую материалистическую точку зрения. Мы сейчас не будем обсуждать проблему реальности, мы сейчас не будем обсуждать проблему реальности и реальности этих духов. Я только хочу обратить ваше внимание вот на что. Что вот это отношение, что эти помощники, это вот, собственно, качество героя, да, это позиция, которая очень четко у нас представлена в науке. И я, собственно, даже сейчас, перечисляя вам духов помощников шамана, да, я говорила там, что волк там, это с одной стороны разведчик, с другой стороны помогает в схватке, вот, там, змеи нужны для путешествия в Нижний мир. То есть, я, вы видите, я говорю строго по пропу, да, то есть, каждый дух помощник, это какое-то качество, позволяющее что-то делать, да, очень хорошо это, где представлено, кроме как в пропе, люблю фразу в пропе, которую мне регулярно выдавали мои студенты, вот, где, кроме как в пропе, это хорошо представлено, в компьютерных играх, да, в ДНДшках собирается партия приключенцев, да, где, соответственно, каждый персонаж, у кого-то там сила, но там слабая меткость и там слабая быстрота, кто-то там очень слабый, но он там ловкий, быстрый, шустрый, третий там вор, четвертый маг, пятый лекарь, и все, оно пошло, да, то есть, вот, каждый персонаж объективирует некое качество. Это все, понятное дело, создавалось не просто так, это создавалось на основе вот такого механистического, такой механистической переработки мифологии. Вот. В то время, как, когда мы берем любую традицию изнутри, то я еще раз хочу обратить ваше внимание, что главное, это не те качества, которыми обладает, выражаясь, деликатно незримый собеседник, не то, в чем он помогает, а самое главное, это ситуация внутреннего диалога. И если вам поочичайнее доведется послушать какие-нибудь откровения, какие-нибудь беседы на тему «А вот да, у меня есть, а вот да, ко мне приходят», то в этой ситуации вы с вероятностью убийственно высокой не получите ответа на вопрос «А чем он полезен?» то есть вот это самая объективация каких это качеств. Да, бывают ситуации, когда он, она, оно, в чем-то конкретно он полезен. Вот. Эта ситуация бывает. Но и больше того, чем более материалистичен автор, тем четче на первый взгляд будет выходить аспект пользы. Ну, мне вспоминается сразу госпожа Простакова, к чему бы оно служило на первый случай. Вот. А если, но чем больше, так сказать, вам удастся разговорить на откровенность такого человека, особенно, ну вот, опять же, я, естественно, понятное дело, не имела возможности беседовать с шаманами на этот счет, как там, сложный вопрос, но у них, видите, у них, так сказать, слишком жесткий социальный аспект. вот, а если мы берем нашу с вами современную мистически настроенную среду, да, где вот эти самые духи-помощники-то есть, а шаманизма-то нету, социальности-то нету, то есть это вот эти самые духи для себя, то и пользы от них никакой. Какая польза от друга? Он есть, точка. Вот, насчет пользы, не могу не вспомнить и материализма. Я люблю материализм, он вкусный, особенно с хорошим соусом. Вот, я не могу не вспомнить прекрасную, как раз, говорить об этом в Питере очень хорошо, книгу, если я не путаю фамилию автора Чуковский, но не тот, естественно, не Корней, книга «Балтийское небо». Я могу путать фамилию автора, Чуковский, да? Вот, книга «Балтийское небо». Это прекрасная совершенно книга о летчика блокады Ленинграда и по ней был снят фильм, но фильм снят был такой, так сказать, ура-патриотичный, он тоже в своем духе хорош, но книга лучше. Вот, и в частности, там героиня, у которой мама, героиня старшая школьница, у нее мама погибает, на строительстве укреплений в самом начале книги, девочка остается абсолютно одна, и вот как она выживает в блокаду, и когда она пережила первую блокадную зиму, то, знаете, пошла такая крошечка-хаврошечка, что просто вот преподаватель мифологии сел и умилился, потому что эта советская школьница в соцреалистическом романе начинает вовсю общаться с духом умершей матери, просто-напросто, потому что ей нужна поддержка, и ни от кого, кроме как от умершей матери, ей эту помощь получить. Вот, вот как раз это то, о чем, собственно, то, с чем мне так бурно возражает Айрис, то есть то, что это объективация, ну чего, да, там, любви к матери, тоски по матери, необходимости помощи, то есть объективация внутренних психологических проблем. Да, потому что это соцреалистический роман. Как там иначе, кроме как объективацию психологических проблем, это можно было бы подать. Вот. Но вот я за это его очень сильно люблю. Вот, потому что пусть и под таким соцреалистическим, материалистическим соусом протянуть идею девушка общается с умершей матерью, советская школьница, это, конечно, было мощно, это, конечно, было сильно. Вот. А, в общем, есть многое на свете друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам, как раз в этой ситуации говорил товарищ Гамлет. Вот. Значит, это то, что касается аспекта, связанного с помощником. Итак, мы остановились на проблеме, в чем Владимир Яковлевич, безусловно, заблуждался, но я сразу хочу сказать, что вот то, о чем я сейчас буду говорить, это не проблема лично Владимира Яковлевича, потому что ровно на том же я ловила другого выдающегося ученого, еще более выдающегося, это Алексей Федорович Лосев, который автор, в частности, прекраснейшей книги античной мифологии в историческом развитии, вот, и он стоит там ровно на тех же самых методологических позициях, которые я сейчас буду критиковать. А кто такие Лосев и Проб? Это люди, которые логично оппозиционные оппозиционные советской науки, но все-таки пытались с ней что-то делать, причем Лосев за книгу «Философия имени» вообще был отправлен строить, сейчас не вспомню вам какой канал, вот, где он, собственно, практически ослеп. Проб за исторические корни волшебной сказки такого ужаса не получил, он не был репрессирован, но он очень этого боялся и потом, так сказать, всячески замаливал грехи, делая из себя нечто похожее на советского, в худшем смысле слова, ученого. Вот, поэтому, если два выдающихся ученых совершают в одно и то же время, одну и ту же методологическую ошибку, то, наверное, это не их ошибка, а это просто способ, в общем-то, издать, вот, как-то издать книгу. Вот, что за ошибка, о чем идет речь? О поиске исторических корней, да, то есть Проб пишет, собственно, его книга называется «Исторические корни волшебной сказки», и он выдает там нам следующую позицию, эта позиция красной нитью проходит через его книгу, что жил-был охотничий строй. Я сразу замечу, что охотничий строй и охотничий образ жизни – это как дельфин и акула. Это разные вещи. Причем акулой является охотничий строй, когда охотничий образ жизни является доминирующим, да, то есть жили-были якуты. Они пришли в свою Якутию, самый большой субъект Российской Федерации, территориально, какой у нас субъект Российской Федерации, самый крупный, Якутия. Они пришли туда откуда? С юга, если вы, конечно, не верите, что они были инопланетянами, которые приземлились на Северном поле. Вы в это вряд ли верите, поэтому они пришли с юга. С юга они кем были? Они были скотоводами, что, в общем, вполне логично, на югах там стада пасти. Культура их какая была? Скотоводческая. Дальше их шло расселение на Север, не совсем добровольное, и дальше мы имеем в частности культуру охотничьих якутов, таежных. Они ведут охотничий образ жизни. Какой у них строй? Пока в них советская культура не вписалась, у них строй скотоводческий, но регрессировавший в силу смены условий жизни обратно в охотничий. Есть прекрасный цикл документальных фильмов «Год в тайге», где показано, как живут наши сородичи русские, люди на Енисеи, причем на современном Енисеи, где, соответственно, колхозов у них уже нет, вот были колхозы, а теперь, значит, их расколхозили. И у них там основной образ жизни, какой, разумеется, рыболовство и охота, да? Вот. Но вы же понимаете, что это строй жизни вообще постсоциалистический, который ушел в охотничий вследствие того, что социалистические, так сказать, отношения были разрушены, и на смену им пришло, выживаете сами, как знаете, мы вам будем немножко мешать, сказать спасибо, что немножко, что им мешают того самого осетра, что ли, ловить, какую-то рыбу им мешают ловить, по-моему, осетра. Вот. Значит, понимаете, вот так вот. Но кроме того, что им мешают ловить осетра, больше в их жизнь в общем практически почти не вмешиваются. По крайней мере, не мешают бить соболь, за счет чего они, собственно говоря, и живут. Вот. То есть это охотничий образ жизни, но не охотничий строй. И вот то, что у меня, безусловно, не влезает в сегодняшнюю лекцию, это то, что, если я говорю, что читается в Москве, то я подразумеваю, что это все будет дублироваться в интернете. То есть все это можно подключиться к трансляции, или если вы не можете подключиться к трансляции, вы можете потом получить аудиозапись. Вот. Иначе просто нет смысла говорить вам о том, что это читается в Москве, это подразница. Нет-нет-нет, я имею в виду, что все, что я сейчас делаю, это все делается под аудиозапись. Вот. То есть это все потом доступно. Так вот, у якутов чем замечательен якутский шаманизм? Тем, что он самый страшный изо всех известных мне традиций. Тем, что якутский шаман галлюцинирует такую инициацию, что не в сказке сказать, не пером описать, а Один повесился на игнорселе вторично на этот раз от зависти. Вот, понимаете? Потому что происходит с шаманом при инициации, с якутским шаманом в его галлюцинациях примерно то же, что с одним на игнорсе, только круче. Гораздо круче, гораздо подробнее, гораздо сюжетнее. Так, спрашивается, где-нибудь, где охотничий строй, вот он как-то вот более-менее сохранился до 20 века, есть такие шаманские инициации? Нету? Их нету. Это позднее явление. Я вам скажу одну вещь, очень обидную. Самые интересные вещи, они, скотины, самые поздние. Эта культура развелась, собака, на высокий уровень. На очень высокий уровень развелась. У меня как раз я завтра буду читать в Москве лекцию по Гильгамешу. Она, разумеется, в сети есть, иначе не стоило бы о ней говорить. Вот, где я буду объяснять, что вот жили-были шумеры, у них были сказания о Гильгамеше, естественные, живые. Там даже что-то немножко историческое проникнуло. Потом пошло мифологизироваться. И они были так себе, неинтересные. По ним лекцию читать, ну, можно, конечно. Но нафига, если есть блистательная вавилонская поэма, написанная спустя много веков. Понимаете? То есть самые яркие явления, они не самые древние. Это в 19 веке считали, что была, знаете, древняя культура, потом ее как хрустальную вазу уронили, разбили на осколочки. И вот мы теперь из осколочков, которые у примитивных народов сохранились, собираем прекрасную древнюю культуру. Все было с точностью до наоборот. Наиболее архаичные формы, наименее интересные. Самое интересное – это самое позднее. Это на очень-очень многих примерах. Вот. Так вот, и, значит, возвращаясь к тому, что пишет Проб. Проб пишет, что пока жил-был охотничий строй, то, соответственно, там был обряд инициации, то есть посвящение юношей во взрослые члены племени. Он об этом пишет очень подробно. Дальше, как пишет Проб, охотничий строй стал уходить в прошлое, но это понятно. Так сказать, переходили в основном к земледелию, местами немножко к скотоводству, по-всякому там было. А где-то был переход более сложный. Значит, в данном случае это не важно, важно другое. Пошли переходить, и обряд инициации стал уходить в прошлое, но он стал уходить в сказку. Да? То есть вначале был обряд, и что такое сказка? Сказка – это следствие разрушения обряда. Вот таким вот образом. Вот вам исторические корни волшебной сказки по Пробу. На самом деле все гораздо сложнее. То есть дело в том, что тот же самый Владимир Яковлевич Проб пишет в своей прекрасной, маленькой, это даже не статья, это тезисы «Чукотский миф и гильяцкий эпос». Он формулирует понятие шаманского мифа. Что это такое? Это сюжет его, я вам сегодня уже изложила, когда речь шла о камлании. То есть сюжет это примерно, так сказать, камлания, но это не у нашего сельчанина двойник пропал, наш сельчанин заболел, а это рассказ о первом шамане, который отправляется в потусторонний мир, за луной, солнцем и всякими разными ценностями культуры и природы. И вот, соответственно, Проб пишет, в частности, в этой своей замечательной статье о том, что из шаманского мифа формируется эпос. И я как раз эту тоже идею очень серьезно развивала. То есть я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что понятие шаманского мифа, оно старше шаманизма. То есть тут к слову шаманский надо относиться, ну, знаете, есть такое прекрасное животное, морская свинка называется. Это не маленькая свинья, которая по морю плавает. Отнюдь. Вот, шаманский миф не означает, что у этих народов представлен шаманизм. Кстати, что, за что Проб уничтожен от меня сейчас в нынешней сложной ситуации культурного взлета. Низкий поклон. Проб пишет русским по-белому и неоднократно. Шаманизм не является древнейшей формой религии. Не является категорически. Шаманизм – это признак уже очень высокой организации общества. И, судя по всему, шаманизм действительно, он чуть ли не потом вообще узко развивается. Что там в охотничьей ситуации, это вопрос еще очень сложный. То есть шаманизм требует достаточно высокого уровня развития культуры. Так что он не изначальная религия ни в коем случае. До шаманизма культуре надо дорасти, дожить. Так вот, я хочу вас подвести вот к чему. То есть есть термин «шаманский миф», да, еще раз. Это условный термин, как морская свинта. И, то есть сказание о шамане-первопредке, который отправляется в странствие, в потусторонний мир, чтобы добыть некие предметы, формирующие облик мира. Вот. Из шаманского мифа развивается эпос. И я хочу вас подвести вот к чему. Что первично, яйцо или курица? Что первично, миф или обряд? Обряд. Миф, конечно. Обряд повторяет миф. А в случае с яйцом и курицей, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, что первично. Яйцо. Яйцо, из него курица. Яйцо. А если вы мне ответите с точки зрения биологии, современной, как пусть и наслышанной в биологии, ну, все-таки люди 21 века. Что первично? ДНК первично. Первично ДНК. РНК. Еще более продвинутые, товарищи. Понимаете? То есть первичен закон, по которому это будет образовываться. Так? Не яйцо и не курица. Не миф и не обряд. А что тогда первично в случае мифа и обряда? То, что называется термином мифологема. То есть определенный комплекс мифологических представлений, которые могут давать в одной ситуации миф, в другой ситуации обряд и так далее. То есть представление о потустороннем мире, представление об инициации. Я сейчас не имею на это времени. Я об этом говорю много в других лекциях. Например, есть в интернете и старая запись, один из самых пробных вариантов, когда я первый раз вообще только подступалась к этой теме, она лежит бесплатная. И есть запись, по-моему, прошлого года, она лежит за бешеные деньги, 200-250 рублей, разоритесь. Вот, значит, она платная. Это моя любимая лекция «Подросток сквозь миф», потому что меня очень волнует тема великовозрастной подростковости. Знаете термин «не молодой, не человек»? Прекрасный термин, порожденный современной культурой. Потому что, черт побери, вот моему поколению, кому под 50, кому уже за 50, а мы все равно, в общем-то, какой-то подростковый тип культуры почему-то продолжаем в себе нести. При этом, как это нам не мешает быть социализованным. Ну, есть легенда, что мы сидим на шее у родителей. У меня, правда, всегда возникает вопрос, каким Змей Горынычем являются наши родители. Чтобы мы сидели у них на шее, потому что потребностей у нас вот сколько, и сколько нужно шеи, чтобы при наших потребностях на шее сидеть. Вот, тем паче, что наши родители уже пенсионеры. Ну, значит, это к слову. Так вот, понимаете, я вот рассматривая проблему великовозрастной подростковости, то есть подростковость психологическая. Человек вроде нормально работает, нормально зарабатывает, а ценности его все равно остаются подростковыми. Вот, то, что сейчас процветает просто пышным цветом. Так вот, рассматривая эту самую проблему, я прошу всегда очень жестко разводить два понятия. Обряд инициации и инициацию. Потому что обряд инициации нет бога, кроме пропа. Обряд инициации был у племен ведущих охотничий образ жизни. И обряд инициации вымирает с переходом к земледелию. Точка. Так? Может ли быть в современном обществе обряд инициации? Ну, где-нибудь глубоко в Африке, наверное, да. Может ли быть обряд инициации в современной России? Че? И ничего другого тут не скажешь. А вот инициация, то есть ситуация качественного перехода, и путем к этому переходу является проход через состояние большей или меньшей временной смерти, или, по крайней мере, каких-то жестких испытаний. Инициация – это настолько нормальное понятие для современного общества, что если даже не брать мистически настроенную молодежь этих самых великовозрастных подростков, ни молодых, ни человек, то я скажу, что мой собственный научный руководитель, когда я с Диссером билась, а вы знаете, что Диссер – это написать его от полбеды, а самое главное – проблема защитить, когда я билась со всей этой муторностью оформление Диссера, он мне говорил на полном серьезе, что, говорит Леся, относитесь к этому как к инициации. И, знаете, мне это как-то полегчало, я так как-то поняла, что, ну вот да, вот это вот, это ритуальные пляски вокруг вот размалеванного идола, советской бюрократии, которая, хотя на носу уже, на дворе уже двухтысячные годы, она все равно остается советской бюрократии. Да, вот это вот принесение косой овец в жертву советской бюрократии. Вот, очень обидно, очень неприятно, но надо отплясать этот ритуальный танец. Мне стало легче. Вот, понимаете? То есть понятие инициации к нашей жизни прекрасно применимо. Но не путаем инициацию с обрядом. Инициация, которая имеет очень четкие формы, которые, естественно, по этнографическим данным подробно описывают. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что и то, что лежит в основе представления об инициации, то есть, что чего нету? Нету взросления. Что такое взросление? Это постепенный процесс нарабатывания неких качеств. Что такое инициация? Ты промучился несколько месяцев с диссером, да? То есть ты прошел через защиту, вот, там тебя тоже помучили, потом тебе выдали диплом, и вот круто. До того ты был так просто интересующийся наукой и личностью, а теперь ты кандидат в доктора. Вот. То есть это качественный скачок. Да? Идея взросления, вы прекрасно знаете, кто через диссертацию проходил, если, так сказать, брать диссертацию как пример инициации, вы прекрасно знаете, кто через эту мясорубку прошел, или кто знает те, кто прошел через эту мясорубку. Вы знаете, что диссертация к научному росту имеет крайне косвенное отношение. Я могу сказать, что вот из моего диплома, когда я пошла читать свой курс, у меня получилось пять лекций, и через 25 лет от этих пяти лекций у меня осталось три с половиной. Хороший был дипломчик, недурственный. И диссертации у меня в лучшие годы было минут 15. Какой научный рост? Вы о чем? Вот. То есть это, потому что это инициация, она не связана с ростом. Она связана с качественным скачком. Но после этого все. Ты уже имеешь в данном случае кто бумажку, кто ритуальные шрамы, кто отрубленный мизинец, кто выбитые какие-то определенные зубы. Разные инициатические традиции бывают у разных народов. Отрубленный мизинец, по-моему, лучше, чем то, что у нас здесь ром творится. Но это, в частности, это не важно. Важно другое. Важно, что инициация – это то, что противоположно идее взросления. То есть нет постепенного роста. Есть скачкообразный переход. Ты до, и ты после. Естественно, что Владимир Яковлевич тему инициации в противоположности обряду инициации рассматривать никак не может. Между тем, ну просто это не его тема. Вот, между тем, вот это представление о скачкообразном росте, скачкообразном изменении – это не рост, скачкообразный изменение. Это представление, безусловно, сидит у нас очень глубокой мифологемой. И оно сидит прекрасно и по сей день, как я вам только что это показала на примере наших ритуальных танцев. вот, значит, дальше, что еще? Итак, представление о потустороннем мире, о пути в потусторонний мир, об этих самых помощниках, о том, что хозяин тайги, саванны и прочих стихий может выступить в роли помощника. Эти все представления могут дать в определенной ситуации обряд инициации, что расписывает Прот, в определенной ситуации волшебную сказку, а в определенной ситуации героический эпос, потому что героический эпос восходит к шаманскому мифу, в цикле это будет, сейчас я просто не имею возможности это все разбирать и показывать на конкретных примерах. Вот такая ситуация. То есть изначально именно комплекс мифологен. И сказка возникает не из разрушения обряда. Она возникает, потому что, понимаете, сейчас такой пример приведу, у некоторых народов есть два слоя фольклора. Два. У охотников, охотники есть в аудитории? Те, кто ходили на охоту? На рыбалку. Ну, насчет рыбалки не знаю, а вот насчет охоты, то, что мне, так сказать, доводилось разговаривать, то, что я знаю как культуролог, что охотник никому... Во-первых, охотник делит мир очень четко на две категории. Одну составляют охотники, вторую все остальные. Вот, то есть не на мальчиков и девочек, не на взрослых и детей, не как-то еще, а на охотников и всех остальных. Дальше вопрос охотничьих запретов. Кому охотник даст в руки свое охотничье оружие? Ну, в самом, так сказать, обобщенном виде, да, только другому охотнику. На самом деле там реально эта система запретов тоньше, в определенной ситуации он другому охотнику не даст. Вот, но беря, так сказать, округленно, да, округляя до 10, вот, или ты охотник, тогда ты можешь к моему оружию прикоснуться, или ты не охотник, тогда ты к моему оружию прикоснуться не можешь. А мальчик-то или девочка взрослый или нет, это не может. Соответственно, и обряд инициации в тех формах, которых мы имеем, он давал право не просто изучать охотничью магию, он самое главное давал право оружие в руки брать. И когда, собственно, исследуется фольклор племен, где обряд инициации в классической форме присутствует, то там очень любопытное может быть явление про два слоя фольклора. Один для охотников, второй для всех остальных. Понимаете? То есть охотники знают истинные мифы про истинных первопредков, а не охотники знают ложные мифы. Вот так вот. Видимо, этнографом везет записывать те и другие. Как вы думаете, разница между... Ну, то есть кроме имен. Между теми и другими мифами. Знаете, что она минимальна. Потому что сюжет-то, он, в общем, примерно тот же самый. Все равно сюжет сводится к тому, что Пропа писал в своей книге «Морфология сказки». Переправа в потусторонний мир, схватки с чудовищами, борьба за женщину, возвращение иногда с последующей идентификацией. Вот таким вот образом. То есть сюжеты, их достаточно сильно совпадают, отличаются в основном имена. И отличается, самое главное, отличается фактор веры. То есть охотники верят в правильные мифы, неохотники верят в неправильные мифы. Вот и все. Это хороший пример того, что подобного... Да, и естественно, что с точки зрения охотников неправильные мифы – это сказка. Но у них не разрушен обряд инициации. То есть то, что сказка возникает из обряда инициации, когда он разрушается, в некоторых случаях – да. Это справедливо в первую очередь для темы змееборчества. То есть девушку приносили в жертву змею в случае засухи. Это хорошо всем известно. Эти факты хорошо известны. Я знаю, что здесь выступал наш выдающийся ученый Березкин. И он, я не знаю, были вы на нем, не были, он там, в частности, рассказывал хорошо известные факты о том, что самый главный монстр древнейших мифов – это кто? Это радуга. Потому что этот страшный монстр выпивает воду. Что надо сделать в жертву? Девушку в жертву принести? Вот. Поэтому действительно девушек в больших количествах топили в жертву подводным богам. У самых разных народов это дело было. Вплоть до сказки о сестры-целёношке, братце-бамушке отразиться. Но в какой-то момент девушек топить перестают. Или там другим образом убивать их в жертву перестают. И тогда возникает соответствующий сюжет, что нам подробно разбирает проп. Вот действительно, так сказать, сюжет о том, что Персия отодрала Андромеду от скалы, чтобы её не принесли в жертву морскому монстру, это сюжет, который берётся из того, что обряд сдох. Пока обряд не сдохнет, такой Персия будет самым главным святотанцем. Его надо будет на Сашину порубить за святотанство. Это действительно пример того, что сюжет возникает, когда умирает обряд. Или же речь идёт о том, что у огромного количества народов был обычай убивать стариков, и вот если этот обычай умирает, а далеко не везде он умирал, потому что он где-то прекрасно должен до 20 века, потому что в определённой ситуации действительно, в общем-то, ну вот, так сказать, старик, он тормозит жизнь живых, и настал ему определённый возраст, ему тут дают попировать, погулять, после этого его ритуальным образом душат. Вот. Так что обычай убивать стариков далеко не везде умер в древности. Но там, где на обычай убивать стариков, он умер, обычай умер, стариков экономика позволяет оставлять живых, там есть соответствующая сказка про то, как царь кликнул клич, и никто не мог, тра-та-та, и только герой, который вместо того, чтобы убить своего старика отца, он его где-то спрятал, он его кормил, вот, он ходит к отцу за советом, отец ему даёт мудрые советы, герой там воцаряется, то-сё, его спрашивают, как же ты, значит, смог все эти трудные задачи жить, а вот мой отец меня надоумил, тра-та-та, и так перестали убивать стариков. Это тоже очень, и прав об этом, естественно, пишут. Это тоже очень чёткий пример, когда сюжет возникает потому, что у этого народа умер обряд. Вот. А вот других примеров, когда сказка свидетельствует о том, что обряд умер, у нас нету. обряд инициации сосуществует с мифами, которые нам по сюжету вполне покажутся сказочными. Тут, так сказать, всё в порядке. То есть идея, что миф возникает там, где умирает обряд, а эту идею в другой книге проводит Алексей Фёдорович Лосев, который ищет, простите меня за выражение, исторические корни Минотавра. Ну, Минотавр с корнями мне, в общем, нравится. Вот. Ну, исторические корни, естественно, образа Минотавра, если говорить корректно. Вот. Он даже их находит. Но понятно, что формально, найдя исторические корни этого образа, Лосев на самом деле доказывает, что восходит образ Минотавра отнюдь не конкретным элементом обряда, а восходит он к целому комплексу чего? Представлений. То есть, опять же, он складывается из тех кирпичиков, из которых складывается всё в мифологии, из мифологем, из конкретных мифологем, которые в определённой ситуации могут дать миф, а в определённой ситуации могут дать обряд. А в третьей ситуации они могут дать не миф и не обряд, а сказку. А что такое сказка? Сказка – это, по сути, тот же миф, но в него не верят. То есть, он своими носителями осознаётся как ложный. Вот. А мифологемы одни и тиши. То есть, мифологемы всегда меняют представление в окружающем мире? Ну, мифологемы, понимаете, они не меняют. Понимаете, мифологемы, они опираются не на логику, а на эмоциональное переживание. Я об этом говорю в практически всех своих лекциях, и, честное слово, сейчас не буду повторяться, потому что просто жалко. То есть, понимаете, что такое мифологемы? Мифологема – это определённого рода эмоциональное переживание мира. Но переживание, которое идёт в конкретных образах. Ну, например, представление о том, что мир до бытия – это темно, холодно, мокро. В Питере это очень хорошо почувствовать. Вот. Сразу понятно. Вопрос, в чём тогда функция сказки, если у него есть ли это… Развлекательная? Познавательная. Нет, нет, ой, я вас умоляю, про познавательную – это же чечебника родной речи для третьего класса, очень средней школы. Вот. Функция сказки изначально развлекательная. То есть, там, где у народа есть два слоя фольклора, для посвящённых и непосвящённых, там это, чтобы баба отвязалась. Ну, баба пристаёт с вопросами. Ну, что вообще и как там, да? Знаете? Вот чтобы им там какой-то фольклор выдать, вот пусть они в это верят и не лезут куда не положено. Вот. Я сейчас, конечно, огрубляю, но тем не менее. Функция сказки всегда развлекательная. Сказка в сказку никогда не верит, и этим она отличается при записи фольклора. Понимаете? Сейчас проблема в том, что... Вы наступили на мою больную мозоль, и теперь терпите. А сейчас проблема в том, что мы ещё в XIX веке утратили веру в эпос. То есть мы сейчас логично не верим в то, что в русских былинах описаны реальные события, хотя в реальности Ильи Муромца немножко верят до сих пор, особенно когда говорят, что его мощи имеются в Киеве. Вот. И некоторые учёные тоже как-то пытаются в это верить, говоря, что в эпосе описаны исторические события. Ну, в общем, они верят это немножко не в ту сторону, в которую надо. Понимаете? Изначально в эпос верят, в миф верят, в сказку нет. Но поскольку мы с вами под мифом мы подразумеваем мифы Древней Греции, в которые мы, естественно, не верим, то нам по грани верю-не верю провести разницу между Персеем, Андромедой и Аленушкой и братцем Иванушкой технически неосуществимо. Вот. Но пока традиция жива, в миф верят, в эпос верят, в сказку не верят. Когда традиция умирает, то разница между мифом, эпосом и сказкой корешки у книг разные. К сожалению, тут уже разницы не будет. Мы в это не верим, во все вместе. Вот. Теперь следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Он, наверное, будет последний на сегодня. Я всегда об этом говорю, потому что этот момент очень важный. Вы знаете, что одна из лучших глав книги Пропа, кто ее читал, а кто не читал, читайте обязательно. Это глава, посвященная Бабиге. Он там прекрасно рассматривает. И вот, в частности, у него там складывается следующая картина. Ну, Проп, как советский ученый, логично был приверженцем матриархата. В смысле идеи, что матриархат был. Я напомню факты, которые сейчас не нуждаются в доказательствах. Если кто-то об этом услышит впервые, ну, я не виновата. Вот. Но поверьте мне, что это в науке уже доказано больше 10 лет назад. Жил-то был. В 19 веке. Любитель социолог. Фамилия его была Баховин. Он написал книгу о гиннократии, то есть о власти женщин. Вот. Написал он эту книгу. Эту книгу прочел некто Фридрих Энгельс. Возможно, слышали про такого. И похвалил. И от Энгельса, вместе с Марксом, но на самом деле от Энгельса, пошла идея, что матриархат был ступенью, через которую проходило человеческое общество. Так вот, это не подтверждается. Подробности я сейчас не буду просто тратить время на доказательства. Вот. Кому интересно, набирайте в интернете миф о матриархате и находите соответствующие работы, где очень подробно, по пунктам разбирается, почему, где и как ошибался Баховин. А поскольку Энгельс, как вы понимаете, был крупнейшим этнографом, но крупнее некуда. Вот. Он просто ошибки Баховин повторил и дальше оно пошло-поехало. Вот. Поэтому, да, но, к сожалению, поскольку это все идет от Энгельса, то советская наука, равняясь смирно, про матриархат писала, да. И, так сказать, следы матриархата и разрушения матриархата, то все это было вот просто неколебиво. Ну, так вот. Да, конечно. Слушайте, я вас умоляю, доказать можно что угодно. Этим развлекались еще в 4 веке до нашей эры в Древней Греции софистика называлась. Доказать заведомо идиотское утверждение. Вот. Надо доказать, значит докажем. Нет, понимаете, дело в том, что под матриархатом подразумевался обычно матрилокальный брак, то есть брак на территории женщины. Вот. И счет рода по женской линии. Но дело в том, что власть женщин, так сказать, доминирование женщины в обществе и счет рода по женской линии, они, в общем, никак не связаны. Поскольку вы уже наступаете на мою любимую мозоль, то я не могу не заметить в связи с этим, я как раз на этот счет ругалась в последней лекции по богине-матери, что в середине девятнадцатого века женщина, она в европейской культуре и в России в частности, но еще больше там, за рубежом. А ой, красавец! Навстречу 8 марта Клара Цеткина, Роза Люксембург и их замечательная предшественница. Вот. Женщина в девятнадцатом веке, в середине девятнадцатого века, до Клары Цеткина, пришла в голову интересная идея, свежая, для середины девятнадцатого века, что она тоже человек. Эта идея, вы знаете, не вызвала в обществе восторга, а участие общества она вызвала панический ужас. Идиот Достоевского к прочтению. Очень хорошая иллюстрация того, какой ужас вызывает у Достоевского идеи сильной женщины. Маса Филипповна. Она несчастная, она стерва, мегера и дальше слово нехорошее. Причем не в том смысле, что она легкого поведения, в том смысле, что она сгубила двух прекрасных мужчин. Вот. Значит, она несчастная. Она несчастная. Я вас умоляю, как называется, откройте вот для двоечников то, что пишут пересказы сюжетов, да, и в пересказе сюжета прочтите сюжет идиота, как эта стерва, извиняюсь за выражение, крутила двумя... Ей это, безусловно, доставляло удовольствие, жуткая садистка была. Получила то, что заслужено, жаль, что не на первой странице роман. Я понимаю, что для сюжета надо, но как раз это очень четкий ужас Достоевского перед сильной женщиной. Еще больше я люблю сюжет Тургенева накануне. У Тургенева нервы были очень крепкими, поэтому он это описывал с беспристрастностью культуролога без ужаса. Сюжет накануне. Вот не как в школе проходили, а то, что написано у Тургенева. Буквально сюжет романа выглядит так. Имеется Елена, незурядная девушка, приезжает из Болгарии инсаров, который весь из себя крутой, круче некуда, мега монстра завалил, который там убил его отца, борец за свободу. То есть крут просто невероятно. Он сначала пляшет перед ней как собачка на задних лапках, потом он бросает касательно своей крутости пьяного мужика в пруд, потом он заболевает пневмонией, она тут является во всем своем могуществе его излечивает, потом они уезжают из России и он, поскольку она все равно круче всех, быстренько в Венеции умирает от пневмонии же. А она едет в Болгарию сражаться дальше. Знаете, вот так вот Елена просто щихивает инсарова при всей его крутости, если посмотреть на сюжет накануне беспристрастным взглядом. Тот же самый культурный ужас перед сильной женщиной, просто конкретно лично Иван Сергеевич имел крепкие нервы и Елена не испугался, поэтому накануне не производит такого шокового впечатления, как идиот. Вот вам скажу, что книга Баховина, она была порождена тем же самым ужасом того, что делали женщины не в глубокой древности, нет. А того, что они делали в 19 веке, впереди еще был 20 и 8 марта. Когда женщины очень громко заявили о своих правах, вот как раз 8 мартовская тема у нас прекрасно и возникла. Так вот, простите, я про Бабу-Ягу и про Проппа. Да, нет, я помню, я всегда помню, откуда я ушла в сторону, как бы далеко и не ушла. Так вот, Проппа, как советский ученый, вынужден придерживаться мифа о матриархате. Поэтому у него получается следующее, что Баба-Яга это образ эпохи матриархата, вот она, хозяйка потустороннего мира. А с переходом к земледелии хозяином потустороннего мира становятся змей, кощей и другие мужские персонажи, потому что эпоха матриархата уходит. Я, правда, не понимаю, что у нас эпоха матриархата в охотничьем обществе, что ли? Ну, ладно, жизнь сложная штука, особенно в советской науке. Так вот, то есть, и если мы берем сказки, где дом Бабы-Яги находится в центре леса, такие сказки у нас есть, они, правда, женские, типа гуси-лебеди, вот, то, соответственно, это вот Баба-Яга хозяйка мира смерти, хозяйка потустороннего мира, и в сказках это отражено. А если сказка у нас мужская, то Баба-Яга у нас страж границы мира смерти, да, и вот она даритель, и все такое. Вот, то есть, жила-была Баба-Яга в эпоху матриархата, была она хозяйкой потустороннего мира. Потом прекрасная эпоха матриархата закончилась. Пришли змей Горыныч, он, правда, не Горыныч, он там девятиглавый змей, с Кащей бессмертный, выгнали Бабу-Ягу, лишили ее власти, и сделали ее из владычицы мира смерти всего лишь пограничницей. Я не вижу ваших носовых платков, которыми вы утираете ваши слезки. А вот, когда она потеряла. А про ножку отдельный разговор. То есть, вы понимаете, что такая умилительная история, трагедия просто Бабе-Яги, ну, слушайте, 8 марта на митинг, вернем Бабе-Яги, можно сказать, ее права. Я так сильно иронизирую, потому что, к сожалению, это одна из грубейших ошибок в книге Пропа, в которой он не виноват. На самом деле, что там с Бабой-Ягой было? Особенно, если учесть, что с падением матриархата ее перемещение из центра мира смерти на границу никак не связано, потому что падение матриархата не было. В чем дело? Есть такой классический сюжет, когда герой отправляется на охоту, и мы с вами знаем по Пропу из Пропа. В Пропе написано, что на самом деле его охота ведет в подсторонний мир. И он стреляет в добычу, но в добычу раньше вонзается стрела другого охотника, и этот охотник потом по прошествии сюжета кем окажется, подсказывайте мне. Бабы-Ягон не окажется? А? Нет, он двойникам не окажется. Не сталкивайся с такими сюжетами, да? Они есть в Махабхарате, они есть у кельтов. А? Из другого мира? Не просто из другого мира. Королем другого мира. Вот. Королем другого мира. Вот. Это у кельтов это первая ветвь Мабинаги. Это... В общем, это много где есть. Сейчас это не важно. То есть, я вас хочу подвести к тому, что в этом сюжете мы имеем тождество центра и границы. Король потустороннего мира, владыка потустороннего мира должен логично находиться в центре, где ему и место. Желательно на троне или на чем-нибудь в этом душе. Но он в данном случае находится на границе. Почему? Дальше я отсылаю к своей лекции по теории мифологии, там это все подробно разъясняется. Как пишется в умных книгах XX века мифологическое мышление строится на тожестве противоположностей. На самом деле никакого мифологического мышления нет. Оно не мышление. Мышление бывает экологическим. Мифологическое мировосприятие. Вот знаете, вот были у меня тут лекции в музее кочевой культуры, и когда были совсем большие снегопады, то мы сидели не в юрте, а в лектории в здании школы. И когда мы пришли на третью лекцию, мы обнаружили, что с гостевой юрты вовремя снег не счистили, и там рухнул опорный столб. И значит, там все так снегом завалено, вот провалилась очень печальная ситуация, будут весной разгребать. Вот. Знаете, это хороший пример того, что ось мира, центр мира, это такая же охрана мира, как и его граница. Вы понимаете, что если бы в этой юрте просто бы забыли запереть дверь, и туда бы снега намело, то, наверное, в общем, проблем была бы меньше, чем рухнувший опорный столб. Вот. Очень хороший, очень наглядный пример. То есть, центр мира, неважно, нашего потустороннего, воплощает в себе благополучие мира. Граница мира, нашего потустороннего, неважно, воплощает в себе благополучие мира в равной степени. За отсутствием времени не привожу вам кучу примеров на этот счет. Вот привела пример с юртой, конкретный физический пример. Баба-яга, как хозяйка потустороннего мира, где находится? В центре или на границе? Потому что центр и граница вызывают определенные эмоциональные переживания. И они тождественны, потому что они вызывают одни и те же чувства. Если рухнет опорный столб, это будет такая же катастрофа, как продранная стена. Понимаете? Вот так. Как выбитая дверь, выбитые ворота и так далее. Вот. Поэтому нету стадиальности между образом Бабы-яги в центре мира смерти и на границе мира смерти. Ее нету. Просто в женских сказках она в центре, а в мужских сказках она на границе. Это вполне понятно, так сказать, очень четкие представления. Вот. А никакой стадиальности нет. Вот. По поводу самого образа Бабы-яги и ее избушки отсылаю к любому варианту моей лекции по богине-матери. Там все это есть. По поводу курьих ножек достаточно широко разошлась в интернете моя критика пропа, что, конечно же, то, что пишет проп, что это нога животного, это не серьезно, потому что эти ноги не только не звериные, они не только не петушиные, но они даже и не куриные, они всегда курьи, и речь идет о том, что это способ погребения, и, кстати, тут ниточка к шаманизму, но о шаманизме сейчас просто за отсутствие времени я говорить не буду, это погребение, в частности, и шаманов тоже, когда тело кладется в колоду, колода ставится на столбы, и чтобы столбы эти как можно дольше не разрушились, что со столбом делают? Окуривают дымом, поэтому, соответственно, это курьи ножки, то есть баба-яга, это как, собственно, сам проб подробнейшим образом и пишет, да, это мертвец в гробу, вот, полуразложившийся к вопросу проблем их с ногой, вот, это мертвец в гробу, и этот гроб где? На столбах, поэтому вот эти самые курьи ножки. Это я написала еще в 95-м году в качестве критики пропа, и это по интернету разошлось очень широко, что меня, безусловно, радует. Вот, я хочу обратить ваше внимание, что и змей на самом-то деле не находится в центре потустороннего мира. Это Владимир Яковлевич нас немножечко обманул, потому что если мы с вами почитаем сказки типа Иван Быкович, где он дерется, Иван Быкович, значит, получеловек, полуживотное, со змеем на Калиновом мосту, то там говорится, что этот мост через речку в Смородинку, видимо, она смердящая, скорее всего, вот она смородина, вот поэтому это слово смрад, вот, и змей может только подняться на мост, а знаете, между чем и чем этот мост, ну, он через речку, с одной стороны там какая-то земля, там стоит избушка, если у героя есть братья сводные, ну, жили бы лица с царицей, не было у них детей, царица съела рыбку чудесную, да, и вот если эту чудесную рыбку съела не только царица, но еще и кухарка, а по-моему, слезала корова, то одномоментно родились три героя и, естественно, самый крутой рожден коровый, потому что он человек вообще только по паспорту. Вот, значит, и вот если есть эти самые два его сводных брата, то они спят в этой избушке, это отдельный разговор, зачем они спят, проб не совсем верно это дело трактует. Дело не в этом. Ну, хорошо, тут земля, тут избушка, окей. Вот, а, а, соответственно, что там-то, то есть вот земля, вот река Смородина, вот Калинов мост, что по ту сторону, откуда выходит змей многоглавый? Вы готовы, да? Вы готовы. Из моря. Вот. То есть речь идет о том, что герои добрались до самого сердца мира смерти, который воплощается как море. Мир смерти от того, от потустороннего они, безусловно, находятся в потустороннем мире. Потусторонних миров сколько? Дофига и больше. В некоторых культурах количество потусторонних миров посчитано, там, не знаю, там, 9 преисподних или 7 преисподних. В некоторых мифологиях сколько потусторонних миров в Одиссеи? Дайте мне пересказ, я посчитаю, да? Много. Сколько островов, сколько потусторонних миров? Ответ точный, но без числа, да? Вот. Понятно, что каждый остров, к которому приплывает Одиссея по форме какой-то подусторонний мир, то есть их множество. И в какой-то момент Одиссея спускается куда? В Аид, собственно, в мир смерти. То есть любой подусторонний мир имеет черты мира смерти, но есть, собственно, мир смерти. Одиссея, к прочтению, очень хорошее пособие по подусторонним мирам. Так вот, соответственно, наши герои по подусторонним мирам дошли до границы, и они, как маломальски живые, эту границу перейти не могут. Змей, как воплощение абсолютного смерти, он эту границу тоже перейти не может. Обратите на это внимание. Он может только, будучи вызванным на бой, подняться на мост. Как и герой может сделать ровно то же самое. Они дерутся на мосту. Заодно ответьте мне на вопрос, если змей так, иметь такие проблемы с границей. Ну, какой вред-то приносит? Абсолютно. Не верьте учебнику родной речи для третьего класса про героев, которые защищают от животных. Опять же, есть у меня лекция по Гераклу. Вот она есть в интернете, она есть в записи. Я скоро буду снова в Москве озвучивать по новой. Я очень люблю Геракла, знаете, но странную любовью. Возьмите хотя бы в объеме куна и посчитайте. Из 12 подвигов скольких монстров убил Геракл? Истребитель, чудовище. Вот 12 великих подвигов. Вот скольких там Геракл убил? Ну что, вам выдать спойлер сразу? Критический спойлер? Два. Лев и Гидра. Все. Всех остальных или убил не он, или вообще никто не убивал. Это не я. Это Кун. Собственно, это Паладор в пересказе Куна. Он мог Паладор. Знаете? Вот. Зачем дерется герой? Герой дерется. Зачем? Зачем дерется... Скажем так, зачем вы идете смотреть американский блокбастер? Ради торжества справедливости или ради спецэффектов? Я вас спрашиваю. Понимаете? Там это подается под соусом торжества справедливости, но вы же все знаете про победу силы добра над силами разума. Вот. Знаете? Это все интересно было, есть и будет ради спецэффектов. Герой дерется, потому что он крут. Это может быть Геракл, это может быть Иван Быкович. Вот. Монстра. Зачем мы лупим монстра в нашей компьютерной игре? Я вас спрашиваю. Ради удовольствия от его лупления. Вот и все тут. То есть не надо приписывать сказке мифу тоже. Не надо ему приписывать нравственность в викторианском и перешедшим из викторианской культуры, так сказать, вот дальше там, знаете, в социореалистическом духе. Нету там этой нравственности. Есть там только одно. Имеется группа мужиков, которые сидят в тайге у костра. Они что хотят? Просто справедливости и чтобы круто было. Какую байку рассказать? Ворон, не байку, а подлинную мифологическую историю. Понимаете? Вот. Вот я думаю, что на этой невозвышенной ноте по причине позднего времени и скорого, так сказать, уже отъезда на поезд, вот мы, соответственно, будем на сегодня заканчивать. Вот. Значит, кому было мало, еще раз говорю, что в интернете лекции Александры Барковой гуглите, находите страничку лектория, опять же, есть ВКонтакте и так далее. Вот. Кто еще хочет книжку посмотреть, посмотреть можно? Вот. Опять же, чтобы книжку купить, надо написать мне и я ее пришлю. Потому как в магазины она не поступает. Напомните, я вам скажу, что происходит? Вы знаете, я, ну, у меня нет убедительной версии. Я, давайте я не буду отвечать на этот вопрос. У меня есть версия, но я в ней снимаю. Спасать царевну. Спасать царевну, это я уже говорила, что это, это как раз вот, собственно, понимаете, со змеями дерутся сплошь и рядом безо всякого спасения царевны. Да. Вот. А спасение царевны, как я уже говорила, это прекращение обряда принесения девушек в жертву подводному богу. Какие вы любите сказки? Есть ли какой-то народ, который создал... Знаете, сказки всего мира рассказываются, в общем, одинаково, поэтому сказки я не люблю вообще. Вот. Я эпосник, эпос я люблю разный всякий, любой. Каждый эпос чем-то прекрасен. Даже якутский, хотя в нем просят сдохнуть. он очень аморфный. А почему строится, скажем так, несуществующий русский эмбуз? Почему не существует? Он прекрасно существует. Блин, это и есть. Блин, и есть. Блин, и меня занимают всю жизнь. Поема 12, это не положительный туризм? Ой. Ой, извините, не будем... Ну, в общем, в значительной степени, да, потому что блок ее писал совершенно не про то, что мы ее проходили в школе. Ну, это не проходили про то, что арестовали Куда они уходят в конце? Это дикая охота? Нет, это не дикая охота. Нет, там конкретно блок имел в виду, знаете, как, собственно, до него сначала первым вообще был Маяковский, который написал в поэме «Облако в штанах в темном, в терновом венце революции грядет 16-й год». То есть он, видите, он напророчил, но он чуть-чуть с датой пророчества ошибся. Следующий был Брюсов, который по поводу революции февральской написал стихотворение «Столб огненный», где писал о революции вот как о огненном столпе, соответственно, выводящем евреев. А следующий был блок. То есть они все имели в виду, что революция – это крестная мука России. И как, так сказать, Христос погиб на кресте и воскрес, так и Россия через революцию, через страшные муки, через гибель всей прежней культуры, она и воскреснет к новой жизни, что, в общем-то, и произошло. Вот, безусловно, потому что если мы с вами знаем, кем были до революции наши предки, то я думаю, что каждый из нас вспомнит кого-нибудь из предков, кто был неграмотным, кто, так сказать, был на социальном низу, а теперь посмотрите на себя. Вот мы тут все такие чистенькие сидим на лекциях и рассуждаем об упадке дворянской культуры. Но в целом революция, несмотря на все свои страшные кровавые ужасы, она, безусловно, в общем, дала очень высокий шаг вверх. И потом она была неизбежна. Да. Не могу не задать. Да. Вопрос, как буддиста-буддиста. Это я знаю, как буддиста-буддиста. Вот эти все мифологеры, все эти ключики, они же у всех народов примерно одинаковые. Да. Мосты и реки. Да. Не это ли ключики к подсознанию к тем замкам буддизма, которые нам... Вы знаете, ну, ключики к подсознанию, да, конечно, да, но, честно говоря, я тут не вижу связи с буддизмом. То есть я не понимаю, как я должна сейчас мост к буддизму перекинуть. Где? Ну, то есть это мы себе создали таких чудовищ, чтобы сильно побороться и самому же сказать, что нужно. вы знаете, надо, не надо. Есть данность. Есть данность. То есть у нас есть эти представления, у нас есть определенного рода, да, комплексы, проблемы и так далее. Мы можем изучать их происхождение, мы можем не изучать их происхождение к буддизму, это, в общем, отношения не имеет, потому что буддистская практика это, простите, то, как нам или от этого уходить, да, то есть нам это просто не нужно, а мы тут сидим, так сказать, спокойно и не нервничаем. Или в случае с холериком, окей, тут монстру дали, сейчас я на нем верхом поеду. Вот, знаете, я бы так не сказала, потому что для меня буддистская практика это скорее как раз то, что связано с сознанием. Потому что буддистская практика, то есть вот для меня всегда очень жесткая дихотомия, да, знаете, нам всех лекциях кручут рост. Вот, это у нас, значит, это сознание, это у нас наша рацию, это у нас наши эмоции, вот там, как они движутся, да. Вот, соответственно, буддистская практика – это именно практика сознательного или же успокоения эмоций, если темперамент позволяет, или же это практика сознательной трансформации эмоций во что-то не опасное. Ну, понятно, что я, как человек, который занимается наукой, любит аудиторию, я что-то к вам привязана или нет? Я холерик. Как это так я могу освобождаться от привязанности, будучи холериком? Мне проще сдохнуть. Значит, поэтому я могу сделать только одно вещь. Я могу свои бурные эмоции не подавлять, не винировать, я могу их трансформировать во что-то, как говорилось в советское время, эту бы энергию в мирных целях. Я привязана к своим знаниям, я привязана к вам, к аудитории. Скажите мне, освободитесь от привязанности. Хорошего из этого не будет. Я должна во что-то полезное трансформировать. Но для меня мифология и буддизм – это как раз два противоположных, если угодно, направления, потому что мифология – это о том, что происходит в наших эмоциях, в нашем подсознательном, бессознательном. Очень не люблю Юнга, очень мало его знаю, и поэтому очень не люблю, а остальных люблю еще меньше, потому что и знаю их еще меньше по этой причине именно так. Потому что для меня, честно говоря, вся наша психологическая теория – это, знаете, это как если привязать ногу за ухо и прыгать на другой ноге, и так передвигаться. Те, кто это умеют делать, вызывают у меня чувство священного трепета. Они крутые, я так никогда не смогу. Но мне кажется, что заниматься психоаналитическим, юнгианским, каким-то анализом мифов – это ходить вот так вот. А я не понимаю только одного – зачем? И вот как только в меня еще какую-то порцию юнгов кормят, я… Это исследование происхождения психологических происхождений. Ну вот, знаете… А психика это генерирует? Да нифига, потому что они там понимают под мифологемами что-то совершенно свое. И я говорю, я на них смотрю со священным трепетом, я до сих пор не могу понять, зачем нужен юнгианский анализ. То есть я понимаю, что он есть, потому что был великий человек юнг, и у него было много последователей. Но вот я не понимаю, какая от него польза. Я знаю, что это фэндом. Вот. Нет, что это фэндом я знаю, я же ничего не имею против этого. Просто говорю, что я из другого перевода. Поэтому я просто оговорилась, что… Ну, банально сказать, что термин «самость» в юнгианстве и в буддистской философии означает прямо противоположные вещи. Потому что в юнгианстве «самость» – это самое ценное, что есть в человеке, а в буддистской философии «самость» – это то, что необходимо преодолеть, не вдаряясь в тонкости того и другого. Вот. Поэтому я очень не люблю юнгианство и употребляю, если даже нечаянно их термины, то все равно в немножко другом значении. Вот. Но самое главное, что мифология – это именно о том, что есть в человеке помимо его самого. А буддистская философия и буддистская практика – это то, как он должен сознательно работать со своими эмоциями. То есть мифология – это то, что из тебя прет, я извиняюсь за выражение, как сорняк из грядки. Вот. И как ты… Ты можешь не пропалывать эту грядку, она вся зарастет сорняками, получится вот это. Ты можешь пропалывать эту грядку, тогда из нее сорняки будут расти частично и точечно, тогда получится вот это. То есть мифология – это стихийная и неуправляемая. А буддистская практика – это как раз, ну, то, как из этих сорняков, ну, экибан, что ли, сделать. То есть ты их выполнить-то не сможешь, но что-то, по крайней мере, симпатично получится, гармонично. Морковки не будут мешать расти. Вот как-то так. А как вы относитесь к тезису Пятигорского, это который буддовок и исследователь, философ сознания? Он свой курс лекции по буддизму начинает с тезиса о том, что это исследование сознания другого. Я прошу прощения, не помню я этот тезис. Поясните суть. Знаете, ну, я Пятигорского, естественно, читала. На этот тезис я не обратила внимания. Вот. То есть он меня как-то так не особо задел. Поэтому мне его прокомментировать просто сейчас невозможно. Для меня буддизм – это, прежде всего, практика. Конкретная практика. На этом все.